МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья, зрители и слушатели канала iNews и Чкерия Ньюс. В связи с последними событиями, связанными с Хусейном Джамбетовым и с его видеообращением, которое появилось в сети, к нам поступает много сообщений и много вопросов. За комментариями мы обратились к премьер-министру Чеченской Республики и Чкерия Ахмеду Закаеву, который сегодня находится в Киеве. Итак, с нами на связи премьер-министр Чеченской Республики и Чкерия Ахмед Закаев. Добрый вечер, Ахмед. Добрый вечер, Ильина. Наши зрители просят тебя прокомментировать события, связанные с Хусейном Джамбетовым. Да, действительно, со вчерашнего дня мне очень много людей звонили, спрашивали, интересовались, и их вопросы были, некоторые были очень возмущены тем, что они увидели. Это связано с выступлением или с обращением Хусейна Джамбетова, который якобы сейчас находится в Чечне, и он выступил оттуда с тем, что он приехал для ревизии, чтобы выяснить, как дела обстоят в Чечне, с тем, чтобы в последующем об этом объявить на весь мир. То есть, я думаю, что само выступление и высказывание его говорит само за себя, что этот человек на самом деле нездоровый. Оно действительно подтверждается. Еще в прошлом году, октябрь, октябрь, сентябрь, октябрь, наши внутренние службы безопасности, они поставили руководство Министерства обороны в известность о том, что этот человек поддерживает контакты с чеченскими коллаборантами, которые находятся в рядах российских вооруженных сил. И с этого момента было сделано представление, и уже 26 декабря 2022 года он был уволен, разжалован, уволен и освобожден. И с этого времени он является как бы свободным человеком. Он с ноября месяца, он не был в Украине, он все время находился в Бельгии и ездил по всему миру. Я знаю, что он выезжал в Турцию, и там, видимо, тоже у него были какие-то контакты и с теми, кто сегодня себя называет эмиратчиками. И, скорее всего, были встречи с представителями Кадырова. Думаю, что с этого времени у него уже велись переговоры в связи с тем, что он наговорил нам вчера вечером. То есть я его видел в последний раз, это был февраль, на мероприятие, которое было посвящено годовщине начала русско-украинской войны и 79-й годовщине депортации чеченцев. И вот после этих мероприятий он подошел ко мне и сказал, что он бы хотел заниматься публичной деятельностью. На что я ответил, что он свободный человек, и он вправе заниматься тем, чем он хочет. Естественно, я на самом деле не предполагал, что он решится поехать домой. Но, видимо, те, кто его уговорили приехать, были очень заинтересованы в том, чтобы его представить как человека, который состоял в рядах вооруженных сил и чеченских войск армии в Украине, и в самом украинском иностранном легионе. На самом деле Хусейн никогда не входил в иностранный легион, он не был зачислен. То время, которое он здесь находился, он состоял в рядах ВСУ, насколько мне известно. Поэтому я его первый раз в жизни увидел тоже здесь, в Украине, когда я приехал сюда с делегацией для того, чтобы подписать соглашение, согласовывать наши дальнейшие взаимодействия с руководством Украины в связи с развязанной войной. И поэтому я не думаю, что особо мне комментировать нечего в связи с его действиями, которые он предпринял. Я думаю, это его личный выбор. Я могу вас заверить, что этот человек физически нездоров, и это установленный факт. Я думаю, что те, кто более-менее наблюдательный, они видят это и могут заметить. Потому что та форма его болезни, она относится к ментальному его восприятию жизни, мировоззрения, мировоззрения. На ментальном уровне он немного не вписывается в существующие реалии сегодняшнего дня. Он живет в каком-то своем мире, и у него свое видение. И я думаю, что это психологи в любом случае это могут заметить. И поэтому я думаю, мы можем только пожелать здоровья и скорейшего выздоровления ему. И те, кто пытаются сегодня из этого сделать какую-то политическую акцию, думаю, это от безысходности. И если они дошли до того, что они привлекают для своей пропаганды больных людей, то это говорит о том, что их дело абсолютно безнадежное. И поэтому я думаю, что наша армия, вооруженные силы Чеченской республики Чкерии, не пострадали и не понесли потери в связи с его выходом. И украинская армия тоже не понесла какие-либо потери. И никаким образом это не скажется на боеспособности и украинской армии, и иностранного легиона, и чеченских вооруженных сил Чкерии. Большое спасибо, Ахмед. Это был комментарий премьер-министра Чеченской республики Ичкерия из Киева специально для iNews, Ичкерия News. Субтитры создавал DimaTorzok